Лилиана учится в четвертом классе и на карантине ей скучать не приходится. Жизнь школьницы не изменилась. Она по-прежнему рано просыпается, собирается и идет на уроки. Но уже не в школу, а к ноутбуку или телевизору. В основном девочка вместе с одноклассниками занимается со своим учителем по видеосвязи. А когда появляется свободное время, садится около телевизора, чтобы усвоить новый материал. Занимаюсь дома, занимаюсь по школьной программе. Дополнительно я смотрю телевизор, программу пятого класса, чтобы подготовиться к пятому классу. Сегодня утром Лилиана учила по телевизору украинский язык. Педагог разъясняла, что такое словосочетание. В словосполучениях обязательно должно быть главное и зависимое слово. Папа Лилианы говорит, уроков в школе недостаточно, чтобы полностью освоить программу. Поэтому детям необходимо самообучаться по интернету. А на карантине появилась еще одна образовательная платформа – телевизор. Сейчас всего лишь 2-3 урока в школе. Нагрузка очень маленькая. Очень маленькая. И как дополнительное включение им телевизора с программой, хотя бы класс старше или класс меньше, неважно в данном случае, хоть как-то включают детям мозги и проявляют интерес к занятиям. А вот мама Лилиана считает, что уроки с привычными учителями по видеосвязи намного эффективнее. Здесь педагоги знают своих детей и они знают, как их заинтересовать. Все же есть контакт эмоциональный здесь. Это безэмоциональный контакт. У детей, которые живут в черте города, в основном своя программа, которую они проходят вместе со своими школьными учителями онлайн. Уроки по телевидению, вероятно, больше подходят для тех, у кого нет компьютера или низкая скорость интернета. Жительница села в Раздельнянском районе Диана рассказывает, что далеко не каждый ребенок в глубинке может смотреть уроки онлайн. Поэтому телевизор – единственная возможность получить знания. Телепроекция «Украинская школа онлайн» запустили только в понедельник, но в сети уже активно обсуждают новый формат уроков. В Фейсбуке, например, разлетелась новость о том, что учитель математики допустил ошибку в простой задаче. В примере 30-2 у преподавателя получилось 18 вместо 28. А журналист Игорь Лешенко назвал урок истории для 11 класса ужасом с оценочными суждениями. Так или иначе, по телевизору никто не проверит у школьника домашнее задание или правильность решенной задачи. Впрочем, такой телепроект для самообразования весьма полезен, а главное – востребован. Нарина Щеглова, Константин Нечерет, телеканал «Репортер». Продолжение следует...